Дюна В смысле это был тоже наркотик? Аракис – пустынная планета, находящаяся в какой-то галактике. Не была бы никому интересно, если бы на ее поверхности не обнаружили вещество, которому дали название Спайс – специя или меланж. Данное вещество увеличивало продолжительность жизни и помогало в космических путешествиях, так как позволяло специально обученным, ну пусть будет людям, под воздействием Спайса вести корабль через гиперпространство, не боясь столкнуться с чем-то по пути. Конечно, сразу же на данную планету слетелось несколько домов, ну что-то вроде династии, в какой-то мере подчиняющихся одной империи. Правда, очень скоро все перессорились и начали уничтожать друг дружку, пока на планете не осталось последних три великих дома, и несколько маленьких, но они были не в счет, что могли управлять всем. Ведь, как гласила поговорка, кто владеет Спайсом, владеет всей вселенной. Дюна 2000 Сразу же скажу, что для меня лучшей игрой в серии стала Дюна 2000, но обзор все-таки будет отчасти Император, так как она была выпущена в 3D и выглядит более презентабельно, да и запускается без скрипа. Вначале выбираем один из трех домов. Дом Атрейдис. Благородный и знатный род, они знают, что такое честь, и если дали слово, то непременно исполнят обещанное, что довольно часто приводило к печальным результатам. А те, кто смотрел фильм, помнят, чем все закончилось. В игре они хорошо сражаются от обороны, так как имеют множество дальнобойных пушек, которым требуется время, дабы расположиться на местности. Ну уж, если они осели, то выбить Атрейдис на сиженного места очень сложно. Дом Харконнен. Чистолюбцы, не гнушающиеся подлостями и интригами. Никто никому не верит, даже самым близким, и все хотят быть первыми. Но это не мешает им добиваться своего, так как они не гнушатся ничем, дабы добиться цели. В игре атакующая сторона предпочитает или что-то дешевое и быстрое, чтобы построить толпу и отправить в бой, или что-то с тяжелой броней и мощными пушками, пусть и медленное, дабы смять врага силой и неуязвимостью. Том Ордос. О них известно меньше всего, так как они хоть и велики, но скрытные. Чужаков не терпят и живут лишь своим родством и народом. В игре любят ловушки и пакости. Доехать до их базы то еще приключения, особенно если играешь с живым человеком. Компьютер есть компьютер. И возможно твоя армия сама себя уничтожит, а то и вернется домой, грамя родные стены. После выбора стороны мы попадаем в игру, где нас встречает видеоролик, сделанный в виде фильма. Кстати, тогда это было популярно и не только в Дюне. Сам проект также был на высоте по всем аспектам, чего стоил только громадный песчаный червь, что мог сожрать нашу технику. Да и геймплей не подводил. История была хоть и не нова, мы во всех частях захватывали Аракис, но подавался по-новому с некой долей выбора, что в стратегиях тех времен встречалось не так часто. Вроде помочь одному малому дому, но стать врагом другому. Правда на финал это никак не влияло. Цель захват всей планеты. Место битвы планеты Аракис, разделенное на области, причем одна треть уже принадлежит нам. В это время игра пошаговая. Мы выбираем место атаки, затем воюем, потом то же самое делает второй дом. Если это наша территория, то мы опять воюем, если нет, то просто смотрим на результаты. Далее третий дом, потом ход снова переходит к нам. Цель пробиться к главной базе врага и прибрать эту территорию себе. И соответственно не дать захватить наш главный штаб. Чем дальше мы пробиваемся во вражеский стан, тем больше зданий и войск нам становится доступно. Плюс время от времени нас будут почивать видеороликами, после которых начнется сюжетная миссия, которая происходит где-то. Но от нее не зависит захват территории, правда и проиграть ее нельзя. Сразу гейм-овер. В таких заданиях нам дается группа вояк, и с помощью их мы должны куда-то проникнуть и кого-то спасти. Убить, выкрасть. Но по идее просто дойти от точки А в точку Б, по коридорной местности. А вот основные битвы куда как занимательнее. Локация представляет из себя открытую квадратную территорию, где мы начинаем строительство базы в одном конце карты, а противник в другом. В общем по классической схеме 95% стратегий. Единственное, что если мы захватываем территорию, то вместо развернутой базы у нас передвижная, и мы ее должны где-то установить. И вот тут первая особенность. Установить базу можно только на каменистой поверхности, а не на песчаной. То есть поначалу ее нужно отыскать. После установки следует озаботиться о постройке электростанции, и сразу установить базу сборщиков, откуда выйдет Харвестер, и сам направиться к ближайшему месту со спайсом. Кстати, в комплект с данной техникой входит здоровенный самолет, который переносит Харвестер с базы до ресурсов и обратно, плюс спасает его в случае опасности. Разворачиваем базу, строим здание, улучшаем здание, строим войска, отбиваемся от наседающего противника, и когда будем готовы, сами переходим в наступление. Правда, по дороге нам могут попасться парочка сюрпризов. Один хороший, вроде по местности разбросаны остатки техники, и уничтожив их, можно найти ящики с ресурсом. Кстати, воины тут набирают уровни, которые помимо увеличения мощи и жизни, некоторым типам юнитов добавляют способности. Вроде снайпер от Рейдисов по достижении третьего уровня становится невидим, пока не начнет стрелять. Второй сюрприз не очень, но он является неотъемлемой фишкой Дюны, и без него игра была бы уже не та. А именно, одним из обитателей Аракиса является Шаихулут, гигантские черви, которые время от времени любят наведаться на поле боя, чтобы подкрепиться парочкой единиц техники. Ориентируются песчаные по колебанию поверхности, поэтому дабы спасти что-то, нужно это остановить, хотя если он уж почуял тот же танк, то все равно сожрет. Если мы не успеем его вывести на каменистую поверхность. Уничтожением базы врага миссия завершается, и еще один кусок планеты переходит под наш контроль. Ах да, каждые три минуты с прилегающих территорий на атакованную приходит подкрепление, как нам, так и противнику. Поэтому, находясь на мировой карте, стоит атаковать осмысленно, дабы не нарваться на битву, где к компьютеру будет подходить подкрепление из пяти секторов, тогда как нам из одного затопчет числом. В детстве я с родителями ходил в кино на вторую часть Годзилы, ну там где люди построили здоровенного робота, дабы он дрался с этой рептилией. Но пересмотрев его уже в более взрослом возрасте, замечаешь эти пластилиновые фигурки и однобокий сюжет. Серия Дюна легенда, и книги, и игры, и фильм, но сейчас они уже не воспроизведут тот восторг, что был в прошлом, кроме пожалуй книг, те будут актуальны всегда. Поэтому, решив переиграть в нее, приготовьтесь к тому, что это будет уже не то. Но все же рекомендую всем любителям стратегии, дабы посмотреть, как должна выглядеть классическая РТС. А вообще думаю, что эта игра достойна переиздания и не должна быть забыта. А на этом все, всем удачи и подписывайтесь на канал.